всем привет в сегодняшнем мастер-классе мы наконец-то закончим лететь наше очень весеннее колье в виде ярмарочных флажков всем приятного просмотра итак чтобы сделать флажок в виде неба сначала нужно будет раскатать пласт светло-голубой полимерной клинки до толщины примерно 3 миллиметра вырезаем треугольник чтобы флажки были одинаковыми я вырезаю треугольник по контуру уже запеченного флажка также тоненько раскатываю пласт белой полимерной глины из него мы будем делать облака и руками сверху этот пласт на мелкие части прикрепляем эти хлопья к основе придаем им текстуру также можно прикрепить несколько птичек чтобы всем было понятно что это небо не забываем проделать дырочки для крепления лезвием подравниваем наш треугольник для того чтобы сделать следующий флажок я смешиваю перламутровую белую глину с небольшой капелькой травянистой зеленой и раскатываю ее в пласт такой же толщины как и предыдущий флажок вырезаю такой же треугольник смешиваю белую глину с фиолетовой не обязательно размешивать ее очень тщательно из этой глины будем делать сирень раскатываем ее в тоненькую колбаску нарезаем эту колбаску на мелкие части катаем каждую часть в шарик дотсом рисуем очертания сирени чтобы было удобнее располагать цветы прикрепляем сиреневые шарики к основе и придаем им текстуру это был первый способ как сделать сирень он очень кропотливый поэтому сейчас я вам покажу второй пластику того же цвета рубим лезвие на мелкие кусочки прикрепляем получившуюся крошку к основе и придаем им текстуру то есть и это Также использую крошку более темного света. Прикрепляем коричневую колбаску. Это будущая веточка сирени. Придаем ей текстуру дотсам и шилам. Я также прикрепляю маленькое ответвление. Половоску травянисто-зеленого цвета делю на маленькие кусочки. Это будущие листики. Каждый кусочек катаю сначала в шарик, а потом в капельку. Шилом прикрепляю их к основе. Не забываем шилом проделать отверстие для крепления. Запитаем получившиеся флажки 2 минут при температуре, указанной на упаковке полимерной вини. Я не засняла, как я делала бирюзовые флажки, потому что в прошлом видео я показывала, как делать точно такие же. Итак, собираем наше колье. Колечками соединяем флажки между собой. Субтитры создавал DimaTorzok Не забываем по бокам прикрепить цепочку. Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно же, карабин. Вот и все. Наше колье готово. Можно его носить. Делать такое колье не составит трудно даже новичку, но в то же время оно очень красиво и необычно смотрится на шее. Оно обязательно подарит хозяйке самое настоящее весеннее настроение. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новом видео!